Когда я уверовал, это был 90-й год, здесь в Иерусалиме, 27 лет назад, меня привел к Господу Богу пятидесятник из Ассамблеи Божьей Американской. Я никогда в жизни не был пятидесятников. Я никогда не понимал, что это такое и не понимаю до сегодняшнего дня, рискуя навлечь гнев, если небольшой, то большей части аудитории. Ну какое-то имеет значение, я до сих пор этого человека считаю своим пастором, потому что мне в последнюю очередь интересовали его богословские изыскания. Я надеюсь, он ко мне относится так же. А что меня интересовало? Да вот как он живет, своих отношениях с Господом Богом, которые отражаются на его отношении к семье, к детям, друзьям, знакомым, соработникам, да просто кому угодно. Ну это для меня стало вот тем, вот чему я не мог противоваться. Что в конечном итоге привело меня к Господу. Поэтому, ну что мне эти, ну будем спорить. Ну еще раз, Михаил, это вообще не сфера моих интересов. Меня можно с таким же успехом спрашивать о фигурном катании. Что я, в общем-то, помню Белоусова и Протопопова, набор Протопопова и Белоусов. И там дуэт Горшковой с кем-то или Горшковой, я уже не помню. Ну и все. Ну и все. И могу иметь суждение? Могу. Но, может быть, профессионально. Это не сфера моих интересов. Вообще обсуждать глубокие богословские истины. Вот я никогда бы не взялся читать там класс по Христу. Это что? Я не знаю, что это такое. Для меня это не предмет обсуждения. А что тогда самое большее? Жизнь. Проповедовать добродетели. Мессианские или христианские. Каким образом отблагодарить Господа Бога? Ну, хорошо. Ну вот я, например, провожу классы по взаимоотношениям мужчины и женщины. Или в семье. Ценностям в семье. Оказывается, простая вещь, очевидно совершенно, что если вы любите свою жену, то вы не можете делать все, что угодно. Это для вас аксиома. Вы будете делать то, что необходимо. Причем не только приятно вашей жене или наоборот. Мало ли что, может быть приятно. Но вы будете делать то, что делает ее лучше. Причем в формате, который приемлем для нее. Для этого вам надо как можно больше о ней узнавать. Это очевидно, Саша. И вы в конечном итоге, под конец своей жизни, наконец-то научитесь, что она не любит розы, которые вы ей дарите, а любит полевые цветы. Мы говорим, мы любим Господа Бога. Ну и как? И что это значит? Этому надо учиться. Каким образом? Жить. Не проводить 20 часов в сутки на коленях молитвы и бить поклоны. И это почему-то называется прославление или служение. И я там, не знаю, читать. Когда у вас библейское занятие? Домашка. Эт что? И в конце домашки мы не поставили вопрос азма или салуот. И что? Вот что? Как это отразилось на моей жизни? Вот конкретно. Вот я хочу любить людей. Но я не знаю, как сделать так, чтобы тот, который собирает марки, филантеорист, вот как к нему подойти? Потому что я прохожу и говорю, а знаешь ли ты Иисуса? Или хочешь пустить Иисуса в церковь? Он убежит в свое сердце. Он убегает от меня. Говорю, куда ты? Я тебя люблю. Как тот Иванушка из Огонь и Вода, Медные Трубы. Какое еще доброе дело сделать? Кому еще помочь? Все люди как бы убегают. Это из нашей серии. Спасибо, не надо. Не надо. Это из нашей серии. Мы же не хотим знать людей. Мы же не хотим знать людей. Это Павел мог позволить себе рожать? С иудеями и иудеями там с этими. А мы нет. Мы с иудеями баптистами или пятидесятниками. С этими баптистами пятидесятниками. И умру. На том стоял, стоять и стоять буду. Чего это? Научите людей любить друг друга, интересоваться их интересами. Для начала направьте людей куда-то учиться. Нормальную человеческую специальность. Пусть начнет что-то делать. И пусть начнет узнавать о других людях вообще немножко. Любить их практически. Так как свою жену. А Бога? Ну вот невозможно Богу угодить. Ну так угождайте. Вот практическая жизнь. Это сфера моих интересов. А вот эти вот религиозно-систематические. Зус, Иисус или Зевс. Я вас очень прошу. Это как бы... Я могу говорить на эту тему, но это ничего кроме раздражения лично у меня не вызывает. Вот я не понимаю предмета. Я не понимаю о чем вообще мы говорим. Ну мессианский, ну христианский. Ну как классики говорили. Проповедуйте Евангелие. Если придется, то и словом. То и словом своим... Знаете, у Бродского когда-то... Говоря о ком-то... Он вообще был человек не самый приятный. Наверное. Он не был лично знаком. Вот так по воспоминаниям современников. И он о ком-то нелестно отозвался. И тот, который говорит, ну что вы. Он же такой диссидент или антисоветчик. Тот говорит, да какая разница. Советчик, антисоветчик, диссидент, антидиссидент. Это одно и то же. Понимаете, ну какая разница. Ты с этой стороны... Твоя вот это вот пионерская... Пионерский активизм и шашечки наголо порубаем всех с буденовскими песенками. Это швудерщина. Аллилуйя. Вот это вот... Мы все знаем. Мы всех... Мы возьмем страну. Для Бога нас никто не остановит. Даже Бог. Вот это вот... Вот это вот... Вот это вот мне немножко... Я не понимаю этого. Откуда это? Ну вот это вот типа... Ну шапка закидательства такое активистское. Ну вместо любви, вместо доброты. Вот это вот и есть лучшее свидетельство. Идва ли не единственное. И для вас в конечном итоге свидетельство нам необходимо в первую очередь. Мы просыпаемся каждый вот что... Куда делись сомнения? Все. Исчезло. Все. Мы уже как бы... Отпало наше это вот. Мы же каждое утро просыпаемся. Благодарим Бога за то, что мы живы. Еще живы. Опять живы. Мы благодарим Бога за то, что Он дает нам эту надежду. О да, Господи. Господи любого христиана. Будешь иметь вечную жизнь? Вот. Ты армянинец или кальвинист? Армянинец. Как же ты можешь в это верить? Надеюсь. Значит, не уверен. А в данный момент ты спасен или нет? Что, не грешил сегодня грешил? Откуда ты знаешь? Может сегодня не спасешься? Ну, к вечеру спасешься. А я опять ночью пришел. А, что это такое? Имеем надежду? Ну, люби свидетельство в душе своей. И радуемся ли этому? Павел что все время говорит, радуйтесь, 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 радуйтесь. Оно мы вроде как бы имеем, но по нашей жизни этого совершенно не видно. Но это же нам свидетельство. То есть мы проверяем себя вот этой латмусовой бумагой вот каждый день в нашей жизни. Вот каждый день. Вот каждый день. И это довольно, поверьте, на всю оставшуюся в нашей жизни. Чем заниматься дрязгами и выяснением вещей, которые все равно невозможно выяснить. Ну, как бы жизнь доказала, что за две тысячи лет никто никому ничего не доказал. Никто, никому ничего нет. А мы все-все отчаем надежды. Но мы-то умнее, чем те. Вот мы вот... Это не их проблема, что мы умнее. Это наша проблема. И поэтому написается, вы духовные, наблюдайте за собой. Павел говорит по Санегалатам. Когда вы видите грех какой-то в комнате, наблюдайте за собой. Даже грешники в нашу жизнь даются прежде всего для того, чтобы мы увидели этот грех, могли отождествить его чем-то собой. Человек, который не знает, что это грех, он никогда не заметит этого в другом, да? Вот это актерское зеркало некое такое, в котором мы видим себя, сущность. Но мы отчетливо, как бы, виним зеркало, что рожа кривая, потому что нам неприятно. И это упрек нашей самонадеянности. И нам это непереносимо. Поэтому мы усиливаем нападки на мир вокруг нас, потому что это отвлекает нас от самосозерцания и понимания нашего несовершенства. Что нам сильно неприятно, что опять-таки получается замкнутый круг. В тот момент, когда у вас появляется вот этот вот open-ended, что называется открытое представление о том, что Бог все может. Традиционное, еврейское, мы служим Господу Богу, потому что имеем вечную жизнь и имеем спасение. А если Бог скажет вам сегодня, что не даст вам вечной жизни, будете ему служить или нет, не буду, тогда это очень просто, ты мне, я тебе. Ханут, магазин, зашел, я вам предложил денег, вы мне товары, нет денег, нет товара, абсолютно точно. А еврейский тандартный ответ, все равно буду ему служить, потому что я не могу ему не служить. Понимаете, я не могу, это часть природы, это моей новой природы, я не могу ему не служить, а если он ко всему этому, к концу даст мне еще и бонус, вау, но это не взаимосвязанные потребительские кооперации вещи, то есть понимаете, вот, вот это вот, вот если бы вот этого нам одного, вот нам одного достаточно для того, чтобы уверовать и заниматься с собой, заниматься с собой. Уверяю вас, нет лучшего способа заниматься другими людьми, как пиктись о своей духовной чистоте, выраженной в нашем образе жизни. Вот уверяю вас, никакая евангелизация, хоть стотысячная, хоть миллионная, с вскидываниями вверх ручками, с двумя прихлопами, с тремя прихлопами, ничего не стоит. Это как бы как зашел, так и вышел, да, а вот это фундаментальное изменение самого себя в кооперации, понимаете, неизвестно. Вот это вот, ну вот эта жизнь вокруг меня улучшается, понимаете, потому что, ну вот, ну вот, пространство духовное вокруг меня, вот эти вот круги, они захватываются больше, гранит фундаментально. Не истерическое. А что мы можем назвать началом движения по пути? Вот некоторые говорили там... Осознание собственной греховности. А дальше, ну вот некоторые говорят там в 19 веке молитва покаяния, там до этого мы говорили миква. Ну вот, в 19 веке, что вы имеете в виду, Азузу, 20 век, начало Лос-Анджелеса. Я не знаю, по-моему, молитва покаяния, не молитва покаяния. Или достаточно шмай Сраэль произнесли. Да не то и не другое, а некое состояние души. Молитва же не список выпрашиваний или артикуляция внутреннего состояния. Или сам факт того, что мы вдруг раз резко осознали и приняли для себя факт, что... Резко, не резко, а последовательно, как угодно, осознание собственного несовершенства и греховности и необходимости вмешательства Бога в мою жизнь с последующим привлечением туда жертвы Иисуса как единственного, необходимого и достаточного и моей последующей благодарности за это. А практически как это выразить? Идеи в прийти греши? Нет, ну а при чем здесь? Это как бы... Конечно. Нет, ну мы говорим уже... Ну ладно. Ну это практически... Это знаете... Это как? Это же все комплексно. Ну вот, вот вы человек, я человек. Я человек духовный. И вы человек духовный. Поэтому будем пиктись от духи. А от тела пиктись не будем. Духовное, физическое управление немало полезно. Знаешь? В результате, к 60-ти годам ты выглядишь как 90-летний старик. И вся твоя духовная заканчивается тем, что твои дети, которых ты очень любишь, твои опасства, вместо того, чтобы заниматься важными и нужными вещами, они занимаются тобой. Да? Ты лежишь... Понятно, всякое может случиться. Но ты как бы сознательно спровоцировал Господа Бога на то, чтобы твоя плоть пришла в истерическое состояние еще раньше времени. В результате, вместо того, чтобы помогать другим, ты становишься объектом помощи. Тебе надо помогать. И это твоя духовность. Ну да. Вот заниматься физическим зарядкой и спортом. Это духовные вещи. Да. Вот, например, облюсти чистоту дома физически. Помогать жене мыть посуду. Да. Это духовная вещь. Играть с сыном в футбол. Да. Это духовная вещь. Да. А не то, как проводить время в молитве у меня там пасторское и у меня братское. Ребенок не научил дома ничего. У тебя братское. Ну да. Ты побежишь в пасторское. В результате сын будет знать, типа, он-то там, где он есть. Он же не такой духовный еще, как ты. Но он будет знать, что для папы церковь важнее, чем я. Потому что завтра он получит свай, и его будут над ним смеяться. И кто будет виноват? Папа будет виноват. Вот это духовные вещи. Нам надо понимать, что нет ничего духовного, которое бы не было земным. Поэтому постоянные вопросы. Это как у нас земной Иерусалим вознесется на небо, или небесный Иерусалим опустится на землю. Не то, не то. Они вместе встретятся. Нет духовного без физического, нет физического без духовного. Не существует. Если бы вы не родились в теле, у вас не было бы никакой духовности. Вначале было слово, слово было Бога. Слово было Бог, но слово стало не духом. А слово стало против. Слово стало плотью. И если мы не понимаем, что наша настоящая духовность, это наша жизнь. Просто жизнь. То ничего не будет. Ну это как зародившееся такое, я бы даже сказал, лжеучение. Когда вдруг поделили по местам, что на первом месте Бог, на втором месте община, на третьем месте семья, на четвертом работа. И кто-то в анекдоте сказал, а я не знал, что они соревнуются. Это то же самое, что сказать вам. Что важнее, есть, пить или спать, или дышать. На первом месте вот дышать, на втором месте есть. Ну попробуйте, не дышите. Ну о чем мы говорим? Ну и мы, ну, приоритеты. Или, больше всего мне нравится этот приоритет. В чем твоя идентификация? Ты, во-первых, иудей или ты христианин? Я говорю, ну, не знаю, во-первых, мужчина или женщина? Well, если я мужчина, но, во-первых, чувствую себя женщиной, то, очевидно, для меня и Бога нету, как Он есть. Ну это все как бы, ну, наша часть. Что значит? Это безумные вопросы. Зачем ставить, зачем ставить, вот для меня важнейшее всего является идентификация в Иисусе. Да? Правда? А то, что Господь тебе создал мужчину, на втором месте? Да, на втором. Значит, можно... Совсем верно, но это бессмысленно, понимаете? Ну, что лучше, зеленый или длинный? Ну, это неправильные вопросы. Пить или спать, да. Ну, это, это, это вопросы, которых, ну, можно задавать все, что угодно. Ну, для... и я вам скажу более того. Сознательно. Эти вопросы наслаждаются людьми, деноминациями истории для того, чтобы отвлечь от самого главного. Вот, вот, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Дай им какую-нибудь... Ну, и народ, на самом деле, ну, действительно, которые, ну, хорошие, замечательные люди. И вот учителя делают над ними этот чудовищный эксперимент. Чудовищный. Втягивает их в какую-то борьбу. Которые... Ну, да. Но, понимаете, это же сатанинский лозунг. Типа там... Но это же не то, что мы... Мы говорим, мы это делаем ради единства. Не ради единства. А ради исключительности нам, себе подобных, типа... И мы добиваемся некой единобразия. Не единства, а единобразия. В ущерб. Вообще, как бы, соответственно, потому что... Мы. Кто шил костюм? Мы. Вот мы замкнулись, закрылись. На этом конец. Конец. Да. Беда. В результате современному христианству фарисеизму и саддукиизму и не снилось то разделение, которое сегодня есть в современном христе. К сожалению. Все разбежались по своим нишам. Три на пять комнатушкам, хорошо если. И, естественно, каждый утверждает, что вот оно это, вот оно и есть. Ну, а в результате простой обыватель, глядя на все это, говорит, а зачем он не надо? Во сто процентов. Вот в исламе все просто. Да и в исламе, в Нью-Эде, да где угодно. Да и вообще в секуляризме. Вы, как бы, ну что вы... Ну, на самом деле. Я вам скажу. Вот так как, во что превратилось сегодняшнее христианство. Без... Серьезно, без как бы идеи о том, что вот я вот знаю как. Нет. Вот то вот, что это здание превратилось. Чудовищно расползшаяся, разросшаяся ветка с подкрашенными фасадами здесь, с гниющим, вопиющей вонью и гнилью в других местах, воспринимаются вот обывателям извне. Христианством, вот каким есть. И беда, ну натуральная беда. Напоминаю, мы с вами находимся в Иерусалиме. Наша программа «Израй и лица» сегодня встречается с Михаэлем Цином, директором школы ШМА. Мы продолжаем говорить о актуальных вопросах. Так вот, обратимся к вопросам наших телезрителей, попытаемся быстро ответить на интересующие их вопросы. Ну, вот такой вопрос. Я их прямо не корректирую, задаю, как они звучали в комментариях на ютюбе. Есть ли спасение иудеев через закон, данный Моисею полное? Зачем Иисус пошел на смерть? Никогда закон не стал перед собой такой цели. Ни один раввин в здравом умении скажет вам, что законом спасается. Это выдумка христиан, чтобы им проще было бороться с ветряными мельницами, Дон Кихотовскими, которых не существует. Любой рав тогда, сто лет назад, тысячи лет это сегодня скажет вам. Они не будут оперировать понятием спасения. Это немножко другая фразеология. Но суть состоит в том, что покаяние возможно только по вере. Исключительно по вере. Рамбам говорит, что если за пять минут до конца своей жизни человек покается, Господь принимает его душу. Поэтому закон есть форма выполнения, или как бы свидетельствования того, что на самом деле становится нормально, как я раньше говорил, как бы дела свидетельствуют о нашей вере. Или, как говорит Яков, вера без дел мертва. Но не любые дела, а дела, которые любите меня, соблюдайте мои заповеди. А второй вопрос, какие заповеди, если я тебя люблю, я хочу их сделать. Это вопрос, который себе по-разному на них отвечают люди, которые соблюдают закон. Видишь, как много уверивших, и все они ревнители закона. Это слова Якова и гидеяния апостола. Поэтому не надо путать. Это две разные вещи. Никто никогда... Вот пример надуманного вопроса. Миф. Его нет. Ни у раввинов. Никогда не было. Но вот... Но у человека в сознании родилось. Ему насадили это. Ему так объяснили. Что вот эти вот иудеи, тогда зачем? Никогда этого не было. Следующий вопрос. Почему Христос говорит, что самое важное в законе – суд, милость и вера? Почему это именно важнейшее в законе? Ну а как можно добавить, во все времена, во все времена сводили 613 заповедей к основным. Вот делали все раввины всегда. В 613, потом сводили до 18, потом до 13, потом до двух, что сделал, скажем, Гелель, да? И то же самое, что сделал Иисус. Наличие двух концентрированных 6-8 или даже не отменяет всего. Это является как бы концентрация. Это еще одна попытка Иисуса. Не надо к этому относиться как к учебнику по систематическому богословию. Иисус, ну, выделяет вот такой спектр. На самом деле, милость или благодать являются основанием. Возмездие на суд, милость и... Суд, милость и вера. Вера. А как бы вера является основанием для всего. Вера, как вера, милость и суд. Это как бы основные столбы. Наверное, к этому можно добавить еще и любовь. Ну, поймите, нельзя хватать Иисуса за горло. Он не читал лекцию по систематическому богословию. Он говорит... Ну, это, наверное, и проблема наша. Может быть, самое важное, что для меня вот в этой фразе известно, состоит в том, что милость является частью закона. Что, понимаете, вот в этой фразе. Милость является неотъемлемой частью закона. Если вы из закона выбрасываете милость, у вас остаются дела закона. Это вот простое уравнение. А оригинально закон содержит в себе милость. Ну, причем, меня говорят, дела закона. Вами закона не оправдается никакая. Если вы вдруг из закона выкидываете веру и благодать, или милость называете хотите, у вас остаются одни дела закона. И вот эта вот видимость сделана, вот этими никто не спасается. А вот когда есть вера по любви, любовь по вере и, естественно, суд. Вот это и есть то, что содержится в законе. Заповедь совершенно. Идем дальше. Дальше у нас такой вопрос. Есть закон буквы, а есть закон Духа Божьего. Закон буквы – это образ. Как было сказано Моисею, сделай все по образу, показанному тебе на горе. Обрезание – это образ, все праздники – это образ. Кошерная пища – это образ. Суббота – это образ. Так что важнее – образ или суть? Что имеет силу – образ или суть? Что изменит человека и превратит его из грешника в праведника – образ или суть? Зачем нужен образ, если пришла суть? Вот такой вопрос. Понимаете, вот латолизм. Чухонский вопрос. Натуральный. Чухонский – слово «чухня». Вот такого вопроса нету. Ну, что важнее – ваш кожный покров или ваши мышцы? Ну, давайте сдерем с вашей кожей. Будете ходить с мышцами. Ну, что за дихотомия надуманная? Когда Писание говорит – образ, оно не имеет в виду образ. В нашей жизни. Образ. Оно говорит – сделай так, как ты видел. Вот по образу, по подобию. Вот сделай, как тебе сказали. Тут нет отрицательной контакты. Что важнее – суть или образ? Ну, когда вам говорят – окей. Если бы он не использовал слово «образ», сказал бы – увидел – сделай, как есть. Тогда все было бы нормально. Но это именно то, что имеется в виду. А у нас как бы развели образ, что важнее – это или это. Ну, да. Важнее это. А как я буду знать про это, если ты ничего не делаешь снаружи? Ну, чушь. Ну, тут, наверное, отголоски, я думаю, платоновских хейдосов. То есть, вот это вот… Хорошо. Мир людей. Мир людей, которые существуют вне зависимости. Все, что не геи, носятся в воздухе. Найс, хорошо. Ну, ну, я… ну, ладно. Я не знаю, там, насколько… Павел Бузович был. Без сомнений. Но тут суть-то не в этом. Суть в том, что есть умышленная попытка развести духовность и жизнь. Это… Это… Это порочная вещь. Этого нельзя делать. Ну, нету духовности без реализации жизни. Что важнее? Да, дорогая, я тебя люблю. Но мыть посуду дома не буду. Потому, какая-то есть гуманитарная работа. А я человек духовный. Ну, что за чушь? Ну, образ. Ну, обрезание. Да, образ послушания. Да, вот в армии спасения все одинаково одеты. Образ, образ. В армии все одинаково одеты. Образ, образ. Да пусть каждый будет одет как угодно. Ну, ради Бога. Да пусть каждый… Ну, неудобно воевать просто. Естественно, неудобно воевать. Понимаете? Можно и своих перестать, что мы охотно делаем каждый раз. Вот это вот разделение. Вот это образ. А это и это. Ну, хорошо. Давайте сделаем… Знаете, это называется свобода. Не путать свободу с анархией. Потому, как бы анархисты все. Делай, что хочешь. Это августиновская. Люби Господа Бога. А, уже. 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 Папа мальчику принес ежика. И говорит, вот я тебе ежика принес. А мальчик спрашивает, а что мне с ним сделать? Что я с ним могу делать? А папа говорит, да что хочешь. И мальчик горько расплакался. То есть, сердце-то человека, оно испорчено. И мы это делаем, к сожалению, хотим не то. Ну, собственно, о чем работать. На самом деле, как бы эти вопросы… Ну, они же… Ну, правда. Ну, где люди берут эти вопросы? Ну, дай Бог здоровья. Редактор субтитров А.Семкин Продолжение следует...